Курс эндоскопической ринохирургии. Научно-практическая конференция с таким названием проходит в Новосибирске. Сегодня медики региона могли наблюдать за операциями по самым современным методикам. Проводил их ведущий лор-врач страны Владимир Авербух. Трансляция из операционной шла в режиме онлайн, причем не только в мегаполисе, но и в центральных районных больницах. Подробности в сюжете Натальи Цопиной. Он выглядит абсолютно спокойным, но признается, немного волнуется. Слышать хуже Сергей стал 4 года назад. Позади несколько курсов лечения, 4 операции, даже специальная гимнастика. Мальчик рассказывает, все улучшения были кратковременными. Мне еще шунт ставили на полгода, получается, где-то. Пока шунт стоял, я слышал отлично просто. Вот, шунт убрали, походил где-то полмесяца, месяц, и слух опять ухудшился. Помочь может только баллонная дилатация. В отверстие слуховой трубы вводят катетер с миниатюрным баллоном и раздувают его. Извлекают через 2 минуты. Этого времени слуховой трубе хватает на то, чтобы стать шире. Эффективность метода очень высокая. Это довольно новая методика. За рубежом в течение 5 лет приблизительно она активно используется. И уже около 20 тысяч операций проведено. В частности, в Германии, в Испании. В нашей стране не такой большой опыт проведения данных операций. Причина в том, что метод дорогостоящий. Около 100 тысяч рублей, одна манипуляция. Все инструменты одноразовые. Врачей же, которые хотят научиться выполнять баллонную дилатацию, только в нашем регионе десятки. Опытом делится ведущий от ареноларинголог страны Владимир Авербух. В Новосибирске он проводит несколько мастер-классов. Например, показывает, как помочь пациенту с диагнозом спонтанная перфорация перегородки носа. Такое хирургическое вмешательство раньше не делали. Наталья рассказывает, несколько лет носом дышать практически не могла. На просьбу сделать операцию бердские врачи разводили руками. Говорили, не делаю. Я вот буквально в апреле обследование проходила, ходила к лору. Сказали, я говорю, ну может быть пластику какую-то можно делать или что-то можно же сделать. Сказали, нет. То есть наши лор-врачи сказали, что ничего сделать уже нельзя. С этим живут. Это все нормально. Однако новые методы появляются постоянно, а значит и шансов свободно дышать и хорошо слышать у пациентов становится все больше. С какими еще заболеваниями наши врачи теперь будут бороться по-новому, смотрите в воскресенье 21 мая в 13.00 в программе про здоровье. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова